для сети азиации, но и, например, для урегулирования вопросов, связанных с трансграничными сделками. Я вспоминаю, в нашей практике был случай, когда... Вы меня хорошо слушаете, уважаемые коллеги? Да, да. Да, был случай, связанный с поставкой оборудования из Сибири в Вьетнам, и нам удалось из 28 претензий свести диалог примерно к трём техническим претензиям за счёт использования медиативной компетенции. Мы при этом работали со Skype, но Skype крайне плохое качество, низкое качество обеспечивал, практически как в режиме телефона. В другом случае, когда была поставка оборудования из Гонконга в Рязань, а из Рязани в Новосибирск, нам удалось достичь мирового соглашения с помощью телефона и факса. Но сейчас благоприятных возможностей стало ещё больше за прошедшие годы. Итак, коммуникативные навыки медиатора – это одна из стержневых лекций в нашем курсе. Что мы сегодня хотели бы обсудить? Какие необходимые коммуникативные навыки медиатора нужны? То, что касается теперь понимания состояния участников, насколько это важно, что такое эмпатическое слушание, дальше, конкретизация, перефразирование. Эти приёмы мы постараемся легче один раз увидеть и попробовать на практике, чем постоянно о них говорить, теоретически рассуждать. Резюмирование, подведение итогов сказанного, определение состояния участников с тем, чтобы эмоционально понимать их состояние, понимать того, что не сказано за столом переговоров и то, что требует до начнения. Прояснение стратегических приоритетов, ценностей и интересов, что необычайно важно в нашем сложном мире, поскольку многие конфликты становятся похожи на головоломку или клубок противоречия, и очень важно уметь ранжировать. Я сейчас наше короткое введение проведу, уважаемые коллеги, и, наверное, это потребует минут 15-20, а дальше мы с вами разберём кейсы. Обратите внимание на следующий слайд. Множественность уровней переговоров. Вот здесь Валерий Брюнет. Это медиатор, не самый известный даже из США, но мне понравилось то изложение, которое она подготовила. Сейчас, благодаря тому, что у нас есть автоматизированные переводчики с английского языка на русский, конечно, современная родина медиации, исторически, хочу напомнить, общепризнанно считать родину медиации Китай еще в конце 5 веков, 5,5 веков назад до новой эры в своих сочинениях рекомендовал и говорил о преимуществе примирительных процедур. Я все это перевожу на современный язык, опуская подробности, потому что, конечно, он это выражал именно в тех терминах и традициях, как это было принято в древнем Китае, но затем медиация стала практиковаться в 19 веке среди рабочих эмигрантов США. Вот такая удивительная экзотика. В России, конечно, практиковались примирительные процедуры, критейское разбирательство. Особенно родина медиации – это уже Соединенные Штаты Америки, где, пожалуй, наиболее сильно развиты примирительные процедуры и медиация. В последнее время активно медиации встраиваются в маркетплейсы, в плейсы или электронные торговые площадки. Если вы заказывали что-то в системе электронных аукционов, как, например, eBay, то вы сталкивались с процедурами урегулирования споров или, возможно, еще столкнетесь. Но давайте опять вернемся вот к этой довольно интересной аналогии, которую предлагает Валерия Брюнет. Она анализирует книгу Брюса Паттона, дальше Юрия, уже нам известного Уильяма Юрия, и Роджера Фишера. Это соавторы гарвардского метода принципиальных переговоров, с которым, я надеюсь, нам еще удастся познакомиться и время для занятий это позволит сделать, будущих занятий. Она рассматривает проблему как айсберг, выглядывающий лишь на 1,9 части выше воды. А в 8,9 или 9,10, в зависимости от того, насколько эта вода соленая, плотность, она скрыта под водой. И вот здесь, образно говоря, Валерий Брюнет говорит, задача медиатора состоит в том, чтобы раскрыть каждый переговорный подуровень и сделать неявные заботы, предмет беспокойства, участвующих сторон явными для обсуждения. Надо уметь понимать не только то, что сказано за столом переговоров, но и то, что не сказано. Потому что вот эти страхи и опасения, они препятствуют достижению консенсуса. Что касается техники вопроса, посмотрите, пожалуйста, следующий слайд. Я сейчас его увеличу, чтобы лучше прочитать то, что здесь записано. И вы мне тоже поможете, вы себя, пожалуйста, увеличите за рабочим столом. Навыки управления процессом. Каждый вопрос здесь перечислено в левом столбце, в самом крайнем. Потом пошли в центральном столбце межличностные навыки и умение решать поставленные задачи. Например, оценка собранных сведений. Как важно уметь выделить главные составляющие, составляющие, опустив второстепенные детали. Межличностные навыки. Конечно, здесь требуется уметь вовлекать участников в процесс диалога. Это не должен быть монолог. Дальше надо суметь сформировать повестку дня, как это принято говорить сейчас. С тем, чтобы заострить внимание, сфокусировать внимание собравшихся сторон на насущных проблемах. Организация первой встречи. Очень важный навык, потому что часто стороны из-за непривычности обращения к институту медиации, примирительных процедур, испытывают дискомфорт, недоверие. Нужно уметь убеждать и активно слушать стороны. Постановка вопроса и получение проблемы. И так далее. Поскольку у нас наряду с нашими медитационными сессиями будет практиковаться самостоятельное изучение пособия, можете ли вы привести примеры из практики, уважаемые коллеги? Давайте просто обсудим, вспомним что-то из личного опыта, удачно проведенные процедуры с коллегами, с детьми, с супругом и так далее. Когда вот именно вы смогли, что называется, одержать победу над конфликтом? Не над вашим оппонентом или другом, а именно когда вы смогли решить эту проблему, снять противоречия, может быть, даже пользуясь какими-то неявными знаниями, которые все мы так или иначе получили из жизненного опыта. Можете ли вы что-то подобное вспомнить? У меня только ежедневное с детьми. С детьми, да. У них сейчас возраст очень... Как Юрий заметил, выступая на канале ТЭП в свое время, ежедневно мы ведем переговоры с утра до вечера с детьми, с коллегами, с нашим боссом или акционерами. И современный человек может уделять три четверти своего рабочего времени в сутках на переговорную деятельность в той или иной степени. Но одновременно возникает сейчас другая тенденция. Очень активное использование мессенджеров. Люди предпочитают направить сообщение вместо того, чтобы что-то сказать. И вот наш с вами диалог, Оксана Игоревна, тому иллюстрация, да? Вы заказывали у нас курсы, так и не сделали ни разу звонок. Мне даже интересно было, дойдете ли вы до стадии необходимости позвонить, что-то спросить. Так и не дошли. Уже да, как-то это отходит за ненадобностью. Вместе с тем, я хочу сказать, с одной стороны, большое это благо, оно ускоряет и бизнес-транзакции, но и это серьезный недостаток, согласитесь. Когда вам требуется чисто человеческое сочувствие или когда вам требуется получить услугу, направленную на восстановление вашего здоровья, что-то жизненно важное. Конфликт тоже относится к таким жизненно важным услугам, на которых общество не может сэкономить на настоящему. Несмотря на то, что сейчас у нас медиация, как институт, недостаточно развит в России, и Россия имеет огромный потенциал в развитии медиации, но количество споров ежегодно в судах возрастает. Вы не помните статистику? Ежегодное количество споров, уважаемые коллеги, нет? А, нет, не скажу. Можно сказать, Марина Юрьевна, ничего не можете предположить? Да нет, я далека от этого. Я думаю, что процентов 20-30, наверное, рост есть. А я имею в виду количественно. Сколько споров рассматривается ежегодно судами? Статистика Верховного суда показывает, что сейчас мы вышли на 30 миллионов споров ежегодно. А еще недавно, лет 6-8 назад, было всего 12-14 миллионов споров. Вот, так сказать, удвоить экономику за 8-10 лет нам не удалось. Но удвоить количество споров в судах легко удвоилось, как видите. И не случайно в последнее время Павел Крашенинников активно пропагандирует примирительные процедуры в судах. Этот институт очень сильно похож на медиацию, но там он в основном опирается на суде в отставке и на использование общей эрудиции, подхода, основанного на состязательности в суде. Что из этого получится, покажет время. Давайте опять вернемся на медиацию, к нашей теме медиации. Позитивный язык и ориентация на будущее. Так называется следующий слайд. Обратите внимание, что часто в процессе переговоров даже деловые люди допускают эмоциональные выпады. И люди – это иррациональные существа, которые изъемы с позиции рациональности. Наверное, вы с этим согласитесь, что в гневе мы можем за 5 минут договорить столько, о чем будем сожалеть 5 лет. Есть такая замечательная научная публикация Татьяна Эскауста. Просто студент старшего курса, будущая студентка старшего курса коммунитарного вуза, факультета психологии. Лет 10 назад она написала статью «Несдержанность менеджеров мешает переговорам». Эксперимент был очень простой. Записывание на диктофон того, что говорится за столом и анализ. И оказывается, в ходе эмоционального нарастания ситуации люди употребляют вот эти слова «конфликтогены», которые здесь на слайде перечислены. Вы видите, как легко происходит эскалация конфликта. Я вспоминаю из своей практики случаи, когда в ходе судебного заседания по жилищному спору, когда решался вопрос о расторжении договора участия в строительстве в связи с задержкой строительства многоквартирного дома, юриста-застройщика, угрожал пожилой женщине, интересы которого представлял я. Ну, употребляю такие слова. Вы поймите, пожалуйста, ваш представитель обманывает вас. Если вы сейчас будете наставить на иски, то вы не получите ни жилья, ни денег обратно. У нас состояние такое, что компания не может исполнить решение суда. И судья, поскольку молодой, то есть это молодая женщина была, недостаточно опытная, она говорит, ну, уважаемый истец, вы слышите, что вам сказала строительная компания. Все это было примерно полгода назад, но, к счастью, жизнь оказалась, опровергла этот скепсис. Мы получили квартиру в этой строительной компании, но в другом доме по результатам заключения мирового соглашения. К слову говоря, это была та самая пожилая женщина, которая упала в результате резкого торможения на пол троллейбуса. Таким образом, оказывается, даже люди деловые, призванные всегда держать себя в рамках, могут допускать по чувствительным переговорам эмоциональные выпады. И участие нейтрального посредника, медиатора, который поможет им воспринимать, изменить восприятие друг друга, перейти от языка конфронтации на язык сотрудничества и компромиссов, не будет лишним в наше время. За счет чего это достигается? Как вы видите, достигается достаточно, это несложно. Демонстрация внимания и эмпатии. Эмпатии от природы – это домашние животные, собаки. Вот собака очень хорошо чувствует настроение своего хозяина, согласитесь, да? Это, как никто другой. Мы крайне раздражены, когда в ответ на наши реплики кто-то утыкается в мобильный телефон. Он может при этом… Или подписывает документы, поскольку у него гора документов, я вас слушаю, но при этом он занимается какой-то механической работой. Вот это полная антипод эмпатии. Подтверждение, уточнение сказанного. Вы знаете, это просто удивительно. Но когда вы в одиночку находитесь один на один со своей проблемой, согласитесь, в наше время не каждый человек может раскрыться откровенно, иногда просто некому высказать, выразить свою боль, связанную с конфликтной ситуацией, потому что это не приветствуется в обществе. Проблема может носить деликатный характер. И вот когда вы начинаете эту проблему излагать кому-то, вы сами себя ловите на мысли, насколько порой сложно вы выражаете ситуацию. Если вас выслушивает грамотный специалист, он говорит, я правильно понимаю, что в конечном счете вы требуете следующее. Если я вас слышал, то ваши права ущемлены. Вы настаиваете на вот этом и этом. Я правильно понимаю? Примерно так. Вот это подтверждение, уточнение сказанного очень важно. Дальше. Замедление реакции и отказ в условиях накала страстей. Есть замечательные исследования социологов, тоже с помощью самых примитивных средств, когда диктофон используется и секундомер. Если в ходе остро-накаленного конфликта придерживаться правила, отвечать на вопрос не сразу, а через минуту. Вот это, даже это простое правило помогает остудить пыл договаривающихся сторон. Повторение другим тоном, что там еще, акцентирование проблемы. И здесь вы видите, в той мере, в которой я это смог изобразить, воронку, спираль. Видите, топтание на одном месте, как будто бы резюмирование. Но на самом деле это движение вперед. И один из способов урегулирования конфликта, который у нас обзорно рассматривался в ходе преобразующего или трансформативного подхода медиации. Очень часто стороны словно примерзают к избранным им позициям и не могут двигаться вперед. И поэтому здесь важно медиатору вселить уверенность, наделить стороны силой, подытоживать и говорить, и так, уважаемые коллеги, мы не зря потратили время в процессе сегодняшней сессии. Мы договорились о том-то и том-то. С тем, чтобы стороны чувствовали, они не утратили контроль над ситуацией. Они могут двигаться вперед. Но это движение вперед будет очень сложным. Хочу сказать, что вот такая модель, она носит универсальный характер. Наделение сторон силой и отказ от суждений применяется в широком спектре конфликтов, от семейных конфликтов до бизнес-конфликтов. Применяется в коучинге, хочу сказать. И те вопросы, которые мы здесь рассматриваем, они также применяются в управленческом консультировании и в коучинге. Поэтому очень интересно эти техники освоить. А для этого нужно практиковаться. Следующий слайд опять у нас подготовлен несколько мелким шрифтом. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги. Он касается, этот слайд, типа вопросов. Как вы видите, есть открытые или закрытые вопросы. Закрытый вопрос, это конкретно, на него можно ответить да или нет. Вот как, например, каковы условия вашей ипотеки? Коротко и ясно. Процентная ставка, срок. А открытый вопрос. Итак, какие основные проблемы вы планируете решить, участвуя в медиации? Он предполагает маленький рассказ. Конечно, преимущество состоит в том, на начальном этапе, в том, чтобы как можно лучше рассмотреть проблемы со всех сторон. И здесь надо уметь задавать открытые вопросы. Безадресные, это, так сказать, вопрос воздух. Так, что мы можем в этой ситуации предпринять? Когда медиатор говорит такие слова, он не адресуется никому конкретно и адресуется одновременно ко всем. Здесь вы видите адресный вопрос. Он адресован конкретной стороне. Вопрос, ориентированный на прошлое, позволяет лучше переосмыслить настоящее. Хотя, в целом, медиация это процедура, ориентированная на будущее, мы не можем изменить наше прошлое, но прошлое имеет значение для понимания настоящего. Вот здесь видите три типа вопросов на прошлое, на настоящее, на будущее. Имеет смысл после нашей лекции опять открыть презентацию и у нас есть внизу курсы базовые стили и техники и стили медиации посмотреть, постараться эти вопросы запомнить, заучить. Их надо несколько раз повторять многократно с тем, чтобы они зашли до автоматизма. Нельзя использовать один и тот же вопрос многократно, потому что, и тем более ошибочный вопрос. Я помню, начинающий медиатор из Новосибирска у нас любил каждую фразу начинать словами. Правда, я буду когда скажу. Это правда для одного человека, а для другого нет. А дело в том, что, Оксана Игоревна, да, вот именно задача медиации не в том, чтобы рассудить, кто прав, кто виноват. Оценки с позиции прав или виновен, это в суде такое бывает, но медиация это не судебный процесс. Поэтому это ошибочно. Дальше. многие явления можно рассматривать философски. Могу привести пример. Вот здесь помимо тех, как потери работы, иногда это и есть открытие новой вакансии, не заключение контракта. Может ли это открыть дополнительные шансы, Оксана Игоревна? Провал заключения определенного контракта или отказ в предоставлении работы? Ну, это может промотивировать на что-то другое. на другое. Совершенно правильно. Да. Я вам могу привести свежий пример. Мы внимательно рассматриваем рынок государственных закупок. И так совпало. Найти в целом образовательные услуги в сфере государственных закупок это очень сложная процедура. Ну, те, которые приемлемы для конкретного центра. И вот так совпало, что в течение буквально двух дней прошли три аукционы подряд. Один аукцион был связан с развитием лидерских навыков управленческого консультирования в городе Калуге. Два других касались разработки электронных курсов по той же самой теме, но в городе Благовещенске. Мы подали заявки на все три курса. Когда пошли торги в городе Калуге, от первоначальной цены в 240 тысяч рублей цена снизилась до 40 тысяч рублей, до 20 процентов от начальной цены. С чем это связано? С тем, что Калуга недалеко находится от Москвы и довольно много остроконкурентный рынок. Понимаете, вот эти предложения за счет того, что разные предложения от компаний я посмотрел и вздохнул с облегчением от того, что наша заявка не прошла. Я установил нижнюю границу цены, она намного превосходила фактически сложившуюся цену на этом рынке. Но зато две следующие процедуры в Благовещенске мы выиграли, потому что всегда есть на рынке возможности, которые еще благоприятные возможности, это в целом понятие из менеджмента, их можно постараться использовать. Что-то зарождающееся рынок. В 2011 году услуги, связанные с онлайн курсами медиации, как раз можно было назвать благоприятными возможностями. Сейчас такие услуги стали уже нормой жизни. Пожалуй, это так. Можно привести ряд других примеров. В 2016 год услуги, связанные с освобождением граждан от долгов путем процедур банкротства, это была социальная инновация. Первый президент в России создал наш центр. Сейчас это уже рутина. И, соответственно, эти возможности становятся закрытыми. Надо искать другие возможности. Поэтому, когда вы проводите медиацию и рассматриваете самые разные случаи. Например, развод. Кто-то из супругов препятствует другому родителю, проживающему отдельно встречаться с ребенком. Трудные, сложные случаи. Хорошо, если вы приведете из вашего профессионального опыта какие-то ободряющие истории, которые позволяют это явление рассмотреть с разных сторон. зрения. Заглянуть в будущее, избежать ситуации отчаяния, с тем, чтобы у вот этой стороны, которая находится в утрученном состоянии, открылись возможности, то есть видение какого-то, оптимизм. И тогда решение проблемы может найти. Дальше посмотрите, пожалуйста, следующий слайд коммуникации за столом переговоров, что очень важно. Идейный подход предполагает, что есть ведущие как судья. Оксана Игоревна прекрасно понимает, что такое у нас судебная процедура. Судья все регламентирует, сам задает вопрос, сам определяет, что значимое, что не относится к делу. Вот это линейный подход, и он вызывает у участвующих чувство дискомфорта. Меня не услышали, я не смог высказаться, у меня есть желание обжаловать такое решение суда, нет его желания выполнять, потому что оно мне навязано. Вот закономерное следствие. Другое дело круговая дискуссия. Круговая дискуссия, когда происходит обмен мнениями, но все-таки по определенным правилам, иначе может произойти то, что называется словом базар на рынке. Медиатор из Болгарии, наш коллега Петра Барта хорошо очень заметил в своей публикации научной, что у нас существует римское право, феодальное право, право сильное и базарное право, то есть право, которое предполагает полное игнорирование переговоров к норме. Но как раз таки в ходе процедуры медиации следование правилам игры или мета переговора является залогом достижения взаимоприемлемого результата, вариантов, того варианта, который устраивает оптимального варианта, лучше, чем в ходе судебных процедур. Конечно, здесь нужна круговая дискуссия. И вот здесь, уважаемые коллеги, вы можете снова обращаться к вопросам. Все основано на коммуникациях, на умении задавать вопросы и поддерживать всегда чувство нейтральности, сглаживать дисбаланс, как по выражению Лизы Паркинсон. Как видите, здесь есть вопросы уточняющие, функции соответствующие, что позволяет получить дополнительную информацию об интересующем вас явлении, направляющей дискуссию, резюмирующей, стратегический, рефлексивный вопрос, гипотетический, циркулярный вопрос. Вот эти вопросы тоже желательно этим искусством овладеть, потому что особенно в ходе, когда ситуация накаляется, зависит успех медиации от умения своевременного вмешательства. Если медиатор упустит эту ситуацию, то процедура может зайти в тупик. Одна из сторон может, образно говоря, узурпировать микрофон и все оставшееся время обвинять другую сторону. В результате у той стороны, которую обвиняют, пропадет желание встречаться в следующий раз. Поэтому медиатор не должен пассивно наблюдать за процессом. И одновременно медиатор не должен постоянно прибегать к этому праву веда и перебивать всех подряд, иначе у сторон возникли желания и их не услышали. Здесь требуется опыт и чувство меры. В принципе, это все то, что касается теоретической части, уважаемые коллеги. Дальше пошли специальные процедуры, которые мы будем рассматривать еще раз при рассмотрении техники и стиле медиатора. Но, правда, я еще замечу концепцию фрейминга или фрейминга, что очень важно, Грегори Бейтсона. Это очень простая концепция. Посмотрите, пожалуйста, она здесь изображена. Смысл ее заключается в том, что всегда в ходе дискуссии можно сфокусировать внимание на главном. Подобно тому, как в ходе театрального представления прожектором освещается, например, солист на сцене или другой исполнитель. в зависимости от того, в каком обрамлении. Вот здесь вы видите луча на повороте. Какие ассоциации у вас вызывает этот замечательный козы этого певца? Позитивная, да, конечно. То есть позитив, уверенность, богатство, успех и так далее. Снизу вы видите символ молнии, когда двое рабочих о чем-то горячо спорят. Это негатив, да, здесь острый накаленный конфликт. Поэтому важно не только само информационное сообщение, но и обрамление. Вот это есть фрейм, в котором оно следует, в котором оно упаковано. В процессе медиации происходит динамический, смещается фокус внимания, и на фокус внимания влияют все стороны, включая медиатора. Вот почему важное значение имеет, кому предоставляется первое слово, процесс медиации. Потому что последующее уточнение, оно идет на уточнение вот этой проблемы, первоначально сказанного. И уметь вовремя использовать технику рефрейминга очень важно. Процесс медиации. медиатора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА